МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К ответственности привлекли 49 водителей и 45 за нарушение правил перевозки детей. Нахождение животных без владельцев в местах массового пребывания людей теперь будет квалифицироваться как возможная опасность для граждан. На заседании окружного правительства приняли постановление о порядке и определении случаев потенциальной угрозы. Этот документ дополнил существующий региональный закон. Также к факторам риска теперь будут относить нахождение животных без хозяев на проезжей части, теплотрассах и площадках сбора коммунальных отходов. Такие случаи будут выявлять во время мониторинга, после чего включается механизм, который определен окружным законом. Уполномоченные органы местного самоуправления осуществляют сбор заявок, передают их своим контрагентам. Организации, заключившие контракты с муниципальными образованиями, выезжают в точку, откуда поступил сигнал и проводят отлов животных с дальнейшим размещением их в приюте. Сургутские нейрохирурги и рентгенхирурги спасли пациентки зрения. Для этого провели сложную операцию на головном мозге. Случай произошел в Сургутской травмбольнице. 65-летняя женщина жаловалась на то, что у нее двоится в глаза к пациентку. Обследовали разные врачи. Оказалось, что за симптомом скрывается не офтальмологическая, а сосудистая проблема с аусти в головном мозге, артерии и вены. От этого у женщины страдал зрительный нерв. Глаз мог полностью утратить свои функции, но в первую очередь эта аномалия опасна тем, что может спровоцировать внутримозговое кровоизлияние. Нейрохирурги и рентгенхирурги с совместными усилиями смогли закрыть сообщение между сосудами. Операцию врачи проводили в течение двух дней и в общей сложности затратили на нее 12 часов. Через пять дней пациентку выписали домой с положительной динамикой. Нивы для бойцов СВО пригонят из Нягани. Автомобили готовили к боевой задаче всем городам. Руководитель автомастерской дал объявление для благой цели готов купить подержанную машину, которую отремонтирует и передаст военнослужащим. Один автомобиль на безвозмездной основе передал житель Октябрьского района. Вторую Ниву бизнесмен купил за символическую сумму у няганьской пенсионерки. На объявление отозвались не только автовладельцы, но и руководители магазинов. Они предоставили запчасти для ремонта необходимой техники. Финансовую помощь оказывали и рядовые граждане. Мне друг сказал, что он машину, как бы у него тоже УАЗик, вот он УАЗик отдал вот ребятам, которые решили заниматься вот таким вот делом. И поэтому я как бы не раздумывал, сказал дай мне номер, я свяжусь с ребятами, у меня есть Нива. Я отдам эту Ниву тоже на это дело, как говорится, благое. Машины Нивы, Нивы еще старые, карбюраторные, то есть они самые надежные. То есть их можно в полевых условиях что-то с ними сделать, отремонтировать. То есть такие брали, такие делали. Машины полностью обслужены, готовы, потому что бы их эксплуатировали. В машине находится гуманитарная помощь, не знаю, в порядке, наверное, полторы тонны. То есть там и болгарки, и бензопилы, ну, электроинструмент, переноски, удлинители, теплые вещи, носки, продукты питания, медикаменты кое-какие, перевязочные материалы. Но вы когда инициировали вот эту акцию, вы думали, что откликнутся такое большое количество? Не думал, конечно. Но очень рад, что люди откликнулись. В Покачевскую больницу доставили новое оборудование. Так, в рамках национального проекта здравоохранения в городскую больницу поступил аппарат экспертного класса для ультразвуковой диагностики. Такие установки могут использоваться для проведения УЗИ-исследований скелетно-мышечной системы, щитовидной железы и глубоких сосудов, а также в акушерстве и кардиологии. Кроме того, новое оборудование имеет хорошее качество изображения, а аппараты УЗИ имеют два линейных датчика разной частоты, что позволит осматривать пациентов различной комплекции, а само обследование пройдет быстрее и качественнее. Югра вошла в топ-10 органических регионов России. Так, количество органических регионов за прошлый год увеличилось с 40 до 45. На первом месте, по данным Роскачества, закрепилась Воронежская область, а Югра вошла в первую десятку. К слову, регионы, которые попали в рейтинг, смогут принять участие во втором всероссийском конкурсе на соискание премии за достижения в развитии органической продукции в номинациях «Регион-лидер». Отмечу, что участие в таком проекте поспособствует дальнейшему развитию рынка органической продукции и формированию привычек к здоровому образу жизни югорчан. В школах Ханты-Мансийска появится лесной дозор. Так, в окружной столице стартовал молодежно-экологический проект. Он подразумевает собой внеклассное добровольческое движение. Его цель – воспитать у детей бережное отношение к природе и дать знания в сфере изучения, сохранения и защиты экосистемы природного парка «Самаровский чугас». Кроме того, к работе планируют привлечь не только школьников, но и руководителей, и специалистов природоохранных организаций, лесного хозяйства и представителей экологических проектов. Около 2700 заявок на социальную газификацию поступило от югорчан с начала действия соответствующей программы. Заключено уже более 2500 договоров на подведение труб с голубым топливом. Свыше тысячи домовладений имеют потенциал для подключения, отметила губернатор Югры Наталья Комарова на профильном штабе. В нашем регионе определенным категориям граждан компенсируют расходы на газификацию. Максимальный размер такой выплаты – 100 тысяч рублей. Поддержкой воспользовались 85 семей. В 2017-2021 году и в 2018-2022 году. Полагаю, что здесь еще сработало решение правительства автономного округа, которое принято в декабре, в соответствии с которым этими мерами поддержки могут воспользоваться и семьи мобилизованных граждан. В Кагалэме стартовал конкурс «Педагог года-2023» среди воспитателей детских садов. Лучшего воспитателя выявляют раз в два года. Семь педагогов – семь программ. За плечами заочный этап конкурса, когда участники представляли свои уникальные методики работы с детьми-дошкольниками. Впереди первое очное испытание «Моя педагогическая находка». Каждому на то, чтобы представить наработку, может быть, всей своей жизни, предоставили не более 10 минут. От презентации зависит, пройдет ли участник дальше. Имя лучшего педагога-дошкольника 2023 года станет известно в феврале. А пока впереди испытания, мероприятия с детьми, педмастерская и участие в ток-шоу «Профессиональный разговор». Впереди, конечно, вас ждут замечательные, интересные, но невероятно трудные дни, ну и, конечно же, бессонные ночи. Потому что для вас сейчас наступает вот эта важная пора продемонстрировать вот ваше профессиональное мастерство. Не побоюсь сказать, что вы счастливые люди, потому что в вашей жизни случилось это важное событие «Педагог года». И я считаю, что конкурс – это высшая школа профессионального мастерства. И ваше счастье, что вы мне теперь ученики, потому что вам предстоит теперь научиться всему тому новому, что вас ждет впереди. Главные козыри – это, конечно, дети. Это дети. Мы показываем театр, мы актеры, мы артисты, поэтому мы будем брать своим творчеством, своим талантом. Сургутский театр покажет подростковую драму. Музыкально-драматический театр опробует новый формат – читку. Он отличается от традиционного спектакля минималистичными декорациями и количеством актеров. При прочтении «Я кулак, я Анна» будут задействованы всего два человека – чтец и сурдопереводчик. Произведение расскажет о непростых буднях девушки-подростка с ограниченными возможностями слуха. Впрочем, по заверениям театралов, даже взрослому человеку будет интересно прочувствовать ее эмоции. Постановку можно будет увидеть 12 февраля. В будущем актеры Сургутского музыкально-драматического театра планируют вывозить спектакль в школу. Впервые читки были опробованы на подростковой лаборатории «Мне не больно», которая прошла осенью. Мы общались со зрителем и получали ответную реакцию прямо здесь и сейчас. И многие высказывались и говорили, что это очень знакомо. Это очень знакомо даже взрослому человеку, который когда-то это пережил. И причем, если у нас пьеса о девочке, которая не слышит и не может говорить, то эти проблемы возникают и у любого человека в детстве, либо даже во взрослом возрасте. Югра сыграет с Химиком. Очередное противостояние Всероссийской хоккейной лиги состоится в Воскресенске. Обе команды в предыдущих играх потерпели неудачи. Югра уступила по булитам Рязани ВДВ, а Химик на своем льду проиграл Тюменскому Рубину со счетом 6-4. Если вспоминать о личных противостояниях между дружинами, то в сентябре прошлого года матч в Ханты-Мансийске сложился не в пользу Югры. Воскресенцы взяли верх по булитам со счетом 3-2. Наша команда по-прежнему возглавляет турнирную таблицу ВХЛ с отрывом 7 очков. Химик идут на восьмом месте и при удачном раскладе могут подняться на пятое. Посмотреть игру в прямом эфире вы сможете на нашем телеканале начала трансляции в 20-25. Югурские биатлонистки выступят на Кубке Содружества пятый этап соревнований для женщин начнется сегодня с принтерской гонкой. К старту готовятся 5 югорчанок. Под первым номером на дистанцию идет Екатерина Носкова. В первой десятке стартует и Елизавета Каплина. Она бежит под шестым номером. Обе югорчанки навязывают борьбу лидерам в общем зачете Кубка Содружества. Сейчас они расположились на четвертом и шестом месте соответственно. На прошлом этапе, который также проходил в Раубичах, югорчанки завоевали три медали. Сначала Екатерина Носкова стала второй в пассьюте, а затем югорчанки между собой разыграли судьбу серебряной медали в Мастарте. Выиграла эту дуэль Елизавета Каплина. Носкова стала третьей.